1, 2, 1, 2, 3, come on! Детский музыкальный помощник Человек, лэп-топ Александр Пушной А также с нами сегодня наши музыкальные друзья Единственная группа в Украине, которая хоть как-то пытается отработать государственный долг за газ Группа Джанкой Бразерс Добрый вечер Здравствуйте Дальше, по сценарию, вот в этом месте мы все должны торжественно расцеловать в задницу нашего генерального спонсора. Миша! Но поскольку его у нас нет, то ли к счастью, то ли к сожалению, мы сразу переходим к основным действующим лицам нашей программы. Итак, внимание! На место, Таня! В красном углу нашего ринга команда скандально известных телеведущих Антон Камолов, Тута Ларсен и Александр Пряников. Феноменально! Феноменально! Спасибо, друзья! Можно занять место на красном диване. Итак, в синем углу ринга. Три кадра из шести. Иван Заматаев, Ирина Медведева, Сергей Дорогов! Спасибо, друзья! Ну что ж, друзья, прежде чем начать нашу программу, мы по традиции должны придумать название вашим командам. Я традиционно присаживаюсь к вам, и в легкой непринужденной беседе мы вместе, вместе, может быть, придумываем это никому, в общем-то, по сути, ненужное название. Пожалуйста. Мы уже. Пожалуйста. Михаил, смотрите, нас трое. Так. И мы достаточно, как вы правильно нас объявили, страстные натуры. Да. Мы решили назвать нашу команду Трипассионария. Или сокращенно Трипось. Прекрасно. Да. Можно даже не уговаривать меня. Трипось. Трипось. Значит, Трипось. Трипось и быть Трипось, как сказал Пётр Первый. И быть посему здесь Трипось. Так, Михаил. Да. А не пройтись ли вам по сцене? С удовольствием, Александр. А не сыграть ли вам что-нибудь? Пожалуйста. Прекрасно. Рп. Я могу ещё делать вот так. Два раза могу делать так. Шаг вперёд, два назад. Это как раз. И красиво я должен подойти, развернуться как-то так. Пойди обратно. Присесть. Спасибо, друзья. Давайте, Михаил. Давайте, вот, пристаньте, пожалуйста. А теперь садитесь. И. Ещё разок. Ну, всё, чтобы шоу было. Давайте. И. О. Хорошо было сейчас? Очень хорошо. А могу, когда я вот сделаю так ногой, чтобы... Давай. И. Прекрасно. Это настоящее шоу. Американское. Ребята, цирк для солей курит, по-моему. Жалко, дыр сейчас не пошёл у меня. Друзья, скажите, пожалуйста, как вы знаете, мы тут не просто, а мы по названию команд сейчас к вам. По делу. По делу. Итак, мы вас слушаем. Ну, мы как-то не настолько заморочились интеллектуально, как соперники. Мы просто вот люди в сером. И всё. А вы? Пошли отсюда, ребята. Люди в сером. И? И всё. Победа наша. Всё. Ну, как, всё сыграло, всё. Люди в сером, и всё. Победа наша. Это у меня предложение. Пусть команда называется Накуси. Тогда, когда вы будете проявлять, у нас участвует программа Накуси Трипаси. Очень хорошо. Круто, конечно. Как команду назовёшь, так и поплывёшь. Вот мы с названием Накуси далеко уплывём. Тогда предлагаю назвать пенопластом. Или ещё чем-нибудь. Что ни то ни то. Вас не устраивает вариант, да? Мы так старались. Люди в сером. А может быть, люди в сером прям так и оставим? Так бодро, динамично начиналось всё. Вставайте. Ну, люди в сером. Поехали. И... Долго я так должен ходить? И... Итак. Бой между командами. Трипас. И людям, людям в сером объявляется открыток. Теперь у нас есть всё, чтобы начать игру. Но чего-то не хватает, друзья. Того, что по-настоящему бы завело игроков перед боем. В цирке это называется куражом. А в прыжках с парашютом это называется адреналин. В клубе «Спартак» это называется брамонтан. У нас роль допинга исполняет моя жена Татьяна, друзья. Теперь, пожалуйста, Татьяна, в роли допинга вы должны пронести табличку первого раунда, чтобы у людей в жилах застыла не только кровь, но и всё. Включая стариков и младенцев. Пожалуйста. От вислы докурил. Итак, внимание. Первый раунд. Прекрасная пантомима, Татьяна. Итак, идею нашего первого конкурса нам подсказали Анжелина Джоли, Каще Бессмертный и Чебурашка. Если скрестить этих непохожих, прямо скажем, друг на друга и не только людей, то получится бессмертная лопоухая расхитительница собственных гробниц. Итак, идя этим нехитрым путём мы придумали конкурс, скрестив кроссфорд из журнала «Огонёк» и старинный русский танец «Трипак». Михаил, это не танец. Это танец? Нет, как бы некоторые танцуют. Это последствия танца, Михаил. Это последствия танца. Друзья, давайте вы залезьте в интернет и найдёте танец «Трипак». Я не хочу после этих слов залазить куда-нибудь. Есть танец «Трипак», в балете Чайковского «Щукунчик». Нет, знаете, где «Гопак», там и «Трипак», конечно, как говорят танцоры. Я прошу, не надо. Как говорят музыканты, где Чайковский, там. Спокойно, друзья. Правила этого танца очень просты, сейчас вы ими будете заниматься. На этом экране или на этом экране будут появляться слова, значения которых каждый, один, каждый, один из членов команды. Заканчивай как хочешь, никто не слушает всё равно это. Ну, кто-то, в общем, должен будет объяснить в танце. Но танцуй не один этот знаменитый танец, а вместе с коллективом под названием «Ансамбль Ровена». Вот, две свечки из «Красавицы и чудовища» и двое людей из другого балета, название которого я пока не знаю. Правила очень просты. Один из членов вашей команды, вашей, например, или вашей, я, к сожалению, не вижу вас из-за свечки, так вот, должны протанцевать с коллективом Ровена, но не просто протанцевать, а при этом объясняя значение слов. Понимаете? Даже я понял уже этот конкурс. Один из нас с коллективом Рубена танцует. Не Рубена. А другой? Не коллектив Рубена называют. Это где Рубен-то? Коллектив Рубена обрешён. Один танцует, другой свечку держит. Друзья, давайте прекратим. Рубен просил меня не называть его. Значит, от команды Трипаси в конкурсе с Рубеном участвует Антон Камолов. Прошу. Итак, друзья, на всё про всё, сколько у нас? Две с половиной минуты. И, Антон, на экране будут появляться слова, нужно их объяснять, не используя однокоренные. Поехали! Есть вот очень спокойные люди, а есть... Тихие. Нервные. Активные. Есть пассивные, а есть... Активные. А есть ещё... А ещё больше. Куда уж больше. Бешеные. Не-не-не. Активные, но прям... Гиперактивные. Где сюда не танцевать, позвали. Говорят, он несёт какую-то чепуху, он гонит что? Шац. Бургу. Бурга. Браво, дальше. А, это такое вот, когда анод, катод, и там происходит что? Электр... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Разряд, разряд. Нет, не-не-не. Электролит. Электричество. Ну да. Электролит. Да. Электролит. Браво, молодец, Татьяна. Кто утопил Муму? Герасим. Дальше, браво. А кто снял самые страшные фильмы? Этот, саспенс, который... Ну да-да-да-да. Хичкок. Да. Альфред Хичкок, дальше. Вот это просто. Где добывают полезные ископаемые, как это называется? Шахта. А, еще? А, в нем плавают. Бассейн. Да. Угольный бассейн, а какой? Ну, Кансков-Атчинский. Кансков-Атчинский. Да, поехали дальше. Мако-Капаем. Вот когда человек не говорит о какой-то ерунду, что-то такое... Мямлен. Еще. Бормочет. И это? Существительное. Бормотание. Бормотание, браво. Так, успеем еще один, ну. Аптица. Спасибо большое. Мне кажется, я плохо танцевал. Плохо. Ты ужасно танцевал. Ужасно, обратительно. Еще раз. Ужасно танцевал. Спасибо коллективу Роуэна. Спасибо Антону Камову. Но они меня не любят. Итак, сейчас настала очередь команды «Люди в сером», хотя они все меньше напоминают и отвечают этому названию. Итак, «Люди в сером». Ирина Медведева, прошу. Итак, внимание, поехали. Поехали. Смотрим на экран. Ира говорит. Ты не плохо летал. Шарик, шарик. Воздушный шарик дальше. Браво. Поехали. Давай, давай. Сейчас скажу. Ира, заберись. Кино. Кино, сейчас скажу. Вот, да-да-да-да. И он, ух ты. И что? И что? Сейчас скажите. Боже мой, у меня все вылетело. Трубач. Вот. Ну. Трубач. Неумный, неумный трубач. Неумный. Глупый трубач. Вот, неумный трубач. Глупый волторнист. Ну, второе слово. Придумай. Неумный трубач. Плохой трубач. Трубач дует вместе. Ну, он чистит. Ну. Труб, трубач. Да. Трубадур. Да, было слово раньше. Это, ух ты. Сейчас я умножу, секунду. Да. Да ладно, ладно, не надо. Поехали дальше. Вот слово отгадаем. Ну, быстренько. Это город. Вот есть вверх, а есть? Ниже. А есть такой город? Нижний Новгород. Ниже? Нижний Новгород. Нижний Молочок. Дурацкий город. Дурацкий, дурацкий. Дурацкий город. Нижний. Верхний. Отличный город. Прекрасный. Хороший город. Видите, видите, хороший город. Хороший город. Там танки делают, но. Смешной. Смешной, смешной. Нижний. Нижний. Ну, ну. Нижний. Ну, город. Нижний. Да, Бартовск. Да все, забыли. Нижний. Токирил. Молодец. Дальше, дальше. Мира. Ах, улица в Москве такая есть. Ленина. Там находят, туда надо свернуть. Большая Семпуховская. Нет, как в домах все развернуть, зайду улицу. Калошин, Переволок, Сивцев, Рад. Сивцев, Рад. Здраво, молодцы. Ирина Медведева. Там не видно. И коллектив Робена. Спасибо. Я предлагаю нашим жюри выставить оценки за первый раунд. Я сразу хочу сказать, что жюри у нас сегодня как никогда беспристрастно, объективно и неподкупно. Это полицейские. Но не просто какие попало полицейские с улицы, а те, которые прошли переаттестацию. Таких по всей стране набралось 14 человек. А, и все они здесь. Поэтому... То есть страна обезгромленность. Поэтому 15-го человека пришлось взять председателя переаттестационной комиссии. Итак, господа офицеры, прошу вас оценки за первый конкурс. Спасибо. Молодец, молодец. Молодец. Спасибо большое. И первый раунд со счетом 13-2. Пока выигрывает команда Люди в сером. Табличку с номером второго раунда по нашей тысячелетней традиции, а именно столько выходит программа с хорошей шутки, будет носить председатель зрительского жюри. Для начала его надо выбрать. Правда? Да. У нас везде установлены камеры, поэтому мы гарантируем, что выборы будут честными, друзья. Вы это прекрасно понимаете? Я прошу проголосовать, за кого вы в качестве председателя зрительского жюри. Поднимите руки. Он, собственно, и поднял руку. Да. Председатель жюри. Да. Вот он и определился. Иди к нам. Сынок. Сынок. Давай-давай. Ну, кто ты? Расскажи о себе людям. Все рассказываю? Нет. Расскажи. Чувствую, не надо все. Только что с допроса парень, поэтому... Давай. А что рассказывать? Ты кто? То, что считаешь нужным. Ты кто? Имя, фамилия и анон, где учишься? Я Арсений Иванченко. Да. Ты Арсений Иванченко? Что? Ты сын Лёхи Камикадзе, что ли? Это сын Лёхи Камикадзе. Они нашли друг друга. Дело в том, что все конкурсы в нашей программе мы сначала испытываем на Лёхи Иванченко. Поэтому у него кличка Лёха Камикадзе. Во время одного из конкурсов он родил Арсения. Вот сейчас Арсений будет нам проносить табличку. Ты смысл знаешь проноса? Давайте Лёху позовем, что ли? Не надо Лёху. А давайте сделаем встречу, ну как? Какую встречу? Он встретит его. Сын пришел, а потом... Сейчас Лёха на задании проверяет новый уничтожающий участник конкурса препарат. Он не может выйти. Итак, внимание! На картине называется «Опять двойка». Вау! Давай! Ты принес папе двойку, как будто большую двойку с грачами. Но он не увидит этой двойки. Поехали! Итак, внимание! Второй раунд! Прекрасно! Прекрасно, Арсений! Итак, друзья, правила нашего второго конкурса нам подсказал логопед из фильма «По семейным обстоятельствам». Помните такой старый добрый фильм? Роль логопеда исполнял, по-моему, Ролан Быков. Итак, Ролан Быков, помните, когда он говорил «Улица Кой-Ко-Гоа», вот это вот «Скажи-ыба», «Сиётка», да? Вот это оттуда. Этот конкурс называется «Несогласные». То, что говорил этот знаменитый логопед из фильма, можно было понять с третьей-четвёртой попытки. Ваша задача ещё сложнее. Вы должны будете рассказывать вашим товарищам стихи или другую прозу, не выговаривая все согласные буквы. Понимаешь? Выговаривая только гласные. Внимание, на экране сейчас, в зале, вы увидите текст. Вот этот текст я сейчас буду говорить Михаилу и Татьяне. Они, если поймут меня, будут подстрочно меня переводить. Вот такой текст. Итак, Михаил, Татьяна. Уркая, аоная, а-а. Узкая, уркая. Я уги. И-и-эй. А, русская, русская. Русская народная сказка, вот, всё, понятно. И-а-а-ил, эп, э-о. Посадил реп-репку. Крокодил что-то? Да. Посадил дед репку. Репку. И-а-а, и-а, а-а-я, и-а-а-я. И-а-а. Приводите. Выросла репка большая-пребольшая. Вот так нужно рассказывать сказку. Это был пример. Кто у нас сейчас будет в социальной... Первыми начинают люди в сером сейчас. Кто будет рассказывать сказку или читать стихотворение? А им будет сложнее, значит, им будет стихотворение. Так, начнём со стихотворения. Итак, Сергей. Прошу, Сергей Дорогов. Приготовились. Поехали. Сергей, давай. Я помню чудное мгновение. Блестяще дальше. Следующее стихотворение. Ну, ещё раз. Медленнее. Вороник где-то бот послал кусочек сыра. Молодцы! Дальше, дальше, дальше. Это был уже сделан. Дальше. Однажды стадион на Зимний Бород. Молодец! Браво! Дальше. О-о-а-э. Мама что-то... Нет, мама... Уронила Таня в речку мячик. Молодец! Дальше. В рощу. И-у-а-э-о-ой... И-и-э... И-ой... О-о-э-о... И-и... Одна в стадионную... Нет, это была. О-э-а-о-о... Ты Брежнева сейчас запомнишь, как играл. И-и-а-ас. Так вот, как говорил Брежнев. Нет, нет, Брежнев. И-у-а-э-о... Сижу, заряжён, как семница сырой. Скормлённый в неволе орёл. Браво, дальше, Леонид Ильич, давай. Давай. Только медленнее, как Брежнев. Э-о-а-ю. Яна стоит в широких штанин до приказа без ног. Молодец, дальше, дальше, дальше. Поехали. У-а-у-а. 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 Позолоченное брюхо. Браво. Он нечестно показывает, на себе не показывает. Он играет. Не показывает. Ты же Леонид Ильич, тебе нельзя показывать. Давай, давай, не проходи. Э-э-э-эт. А-у. О-и-о-и. Билет парус одинокий. Блестяще дальше. Ой-я-я. Мой дядя самок частных правил. Блестяще финал. Поехали. Медленней. Медленней, читай. У-у-о-о-э. У Каморья Дуб. Браво, друзья! Сергей Дорогов и команда «Трое в сером» и «Люди в сером». И следующий участник этого конкурса — команда «Не пасти». Прошу, что... Александр Пряников, пожалуйста. Александр Пряников сейчас будет читать сказку своим друзьям. Я напоминаю, что подстрочный перевод. Вы должны переводить абсолютно всё, что он говорит. Так, поехали! Ну, русская народная память. Курочка-ляба. Курочка-ляба, поехали дальше. Снесла кучка яичка. Не зажёвывай. Мышка бежала, хвостиком махнула. Нет, я тебе не слишком много согласна. Ты уже говоришь... Так, нет. Яичка упала. И разбилась. Дальше. Альтова не давай. Ещё раз. Участковый? Участковый, да, заходим. Заходим участковый. Участковый обалдел. Обалдел. Спрашивает. Спрашивает. Кто разбил? Яичко. Лицо. Пусть падало яичко, а разбилось яйцо. А-а-о-и. А-а-а. Баба говорит. А-а-и. Говорит. Не я. Не я. Не я. Не я. Дед говорит. Не я. Не я. Не я. А мышка говорит. Мышка говорит, что не он. Не он. Не помню. Не помню. Таня, молодец. Браво, дальше. Не помню. У-а-а. Курочка. А-а-а. Ряба. И-ой. И говорит. А-а-а. Чё? Я-а-а-а. Э-у-у-у-ое. Я снесу другое. Э-а-а. Яйцо. Е-а-ое. Это другое. А-а-а. А-а-у-ое. Готовое. А-а-у-ое. Дальше. Давай, давай, дальше. И-а-а. Давай. Давай. У коровы? Участковый. А участковый может быть и у коровы? А-а-а-овы? А-э-а-а-а-а. Арестовался? А-а-а-а-а-а. Кого? У-э-у-э-а-у. Курочку-рябу? Кому? А-а-а-у-то? А-э-а-овы? Потому что участковые? Потому что алкоголики. А-э-а-овы. А-э-а-овы. А-э-а-овы? Никакие. Никаковские. Наркоманы? Ну-а-а-а-у-и. Не готовые наркоманы? Нет. Хи-хи. Э-а-овы. Э-а-овы, а-э-э-а-овы. А те, которые? Некоторые. Э-а-овы-э. Телефоне? Телефонные. А-э-а-овы. О-э-а-и-и. Незаконные операции. Таня. А там предлог, между прочим. У меня дочь так разговаривает просто. Незаконные операции по обороту. Огонь. Нет. С драгоценными металлами. Молодец, Таня. Дальше. О, И, А, И, А, Э. А, Э. А, И. Операции конец. А вот и сказки конец. А, вот и сказки конец. А, О, У, А. А кто слушал? А, О, И, У. Аплодируйте. Молодцы, браво! Александр Брянников, команда Трипаси. Итак, я прошу жюри немедленно выставить оценки за конкурс «Несогласные». Прошу вас. Ваши оценки. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ На 17-13 в пользу команды «Люди Свера». Табличку третьего раунда по старинному русскому обычаю издревле носил деревенский колдун. Даже Пушкин описал это в стихах. Через леса, через моря колдун несет табличку третьего раунда. Помните? Не будем нарушать и мы эту традицию. К колдовству самое прямое отношение имеет Александр Брянников. Как? Иначе бы он смог пробиться на телевидении. Итак, Александр, пожалуйста, прошу вас. Итак, внимание. Третий раунд. Третий конкурс – это наверняка самый древний конкурс в мире. Его придумали древние пятикантропы, которые жили на миллион лет раньше самих пятикантропов. Представьте, еще два миллиона лет назад люди играли в хорошие шутки. Правила конкурса дошли до нас в виде наскальных рисунков в туннеле под Ленинградской. Друзья, поэтому в точности надо соблюдать эти правила, если не хотите угодить в гаагский трибунал, потому что они охраняются ЮНЕСКО. Итак, правила простые, как у всех пятикантропов. Один показывает слово, двое его угадывают, но при этом один стоит на бревне, над пропастью. Вот как играли пятикантропы. А в пропасть? Если он упадет в пропасть, его съедят соблезубые тигры. А кто его туда будет толкать? Сила тяготения. Да? Да. Я предлагаю сначала показать древнее бревно и пропасть, которые сохранились до наших дней. И вот сегодня они у нас. Прошу, внесите бревно и бассейн. Прекрасно. Итак, один из членов команды, находясь над самой пропастью, на бревне, пытается, пытается пантомимой показать слово, которое видит на экране за спинами своих товарищей. Пантомимой? Пантомимой. И если он срывается в пропасть, мы так и быть достаем его, опять доставляем на это бревно, и он повторяет, повторяет свою попытку и так три минуты. А потом мы уже не будем ему помогать. Итак, первыми в этом страшном смертельном конкурсе участвует команда «Людей в сером». Я почти уверен. Внимание, друзья! Может быть, просто посмотрим его? Ничего не надо делать, просто ходи, всё. Друзья, внимание на экран, на всё про всё, три минуты, поехали! Это пантомима, напомню. Ты чайка, 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 птица? Проще. Проще, ты кланяешься. Ну, это называется? Поклон. Поклон, браво, дальше. Вертолёт, пропеллер, вертушка. Большая. Колесо обозрения? Не туда. Моешь. Дом. Ну, дом с пропеллером, блин. Дом с пропеллером. Карлсон. Карлсон, да. Дом с пропеллером, действительно, это Карлсон, конечно. Что же это дом с пропеллером? Ну, вы чё? Вентилятор. Подожди, а дом с пропеллером? Дом с пропеллером, но! Ты шутишь? Мельниц. Молодец! Право, Серёга. Дальше. Ты, ты, дятелун, дятелун. Э, индюк. Индюк? Благороднее. Павлин. Павлин. Голубь. Ворона. На ноги смотрите. Страус какой-нибудь. На ноги смотрите. Петух. Петух. Ну, что так делает сейчас? Ходит как петух. Ноги длинные у него, тонкие. Ну, какой это петух? Аист. Ну, рядом с Аистом. Кто с Аистом рядом? Цапля. Молодец, Серёжа. Браво, дальше. Ты танцуешь прыгун, прыгун. Ты очень... Прыжки с барьером в соревнованиях. Бежишь, бежишь, бежишь. Как бежишь? Бежишь, бежишь. Бегун. Бегун. Как? С преградой. Нет. А? Бег какой? С препятствиями. Нет, какой? Какой бег? Ну? Бег, бег. Какой бег? Ну, какой давай бег. Спринт, спринт. Покажи, покажи. Да они так не бегают там. Ну что ли? А как они бегают? Покажи, покажи, покажи. Во, во, во. Это что такое? Марафон. Вот, вот это оно. Я так видел раньше. А, ты запрягаешь кого-то? Нет, ты кого не запрягаешь. Это бег трусой был. Господи, дальше. Ну, покажи. Ты устал. И Кота. И ты пьяный. Пьяный. Так, пьяный какая степень? Степень, ой, большая. Как ее? Номер. Это как это? О, жуткость. Просто вторая. Сережа, тот мой. Просто вторая, дальше. Ну, быстренько. Хлам. Фига. Дальше, молодцы, Брайан. Дальше. Грузчик. Экскаватор. Экскаватор блестящий. Сергей, дальше. Поехали, успеем, ну. Ванька, давай. Грузчик, ты все-таки экскаватор большой. Покажи, покажи, может успеть. Покажи, покажи, успеешь. Край. Это был «Шагающий экскаватор», друзья. Спасибо, Иван. Спасибо. Итак, спасибо, Иван Золотаем. Команда «Люди в сером». И мы приглашаем Антона. Антон команды «Трипаси». Итак, внимание. Команда «Трипаси» Антон Камолов. Конкурс «Над бездной без слов». Давай, приготовились, поехали. Что? Корона. Корона. Снежная королева. Не, а-а-а-а-а. Змея. Ну вы что? Рыба. Рыба, браво, дальше. А вот это что было? Рыба-корона? Плавник. Ты? Ты рыба. Ты плавник. Ты плавник. Вы что, ну он... Ну что, ну ты не рыба, не мясо. Ты парус. Ты царь Нептун. А, царь рыбача-то. Морской царь про... Царь по-другому. Эээ... Император. Царь по-другому. Тьфу ты. Царь. Король. Король? Какой-то руль? Морской? Морской король. Нет, голый король. Голый король. Браво, дальше, друзья. Внимание, няня. Поехали, поехали. Слово меняемся. Давай, красавчик. Давай, давай, Вася, давай, давай, давай. Чё такое? Ой, 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 ой. В лунная походка. Блестящий. Дальше, Антон. Браво. Оп. Нырять. Дорог. Прыжок в воду. Вид спорта. Прыжки в воду. Дальше, дальше, дальше. Ну, что-нибудь. Ты. Ты. Птица. Так. Павлин. Павлин и... И? Павлин и мартыш. Нет. Нет, подожди, подожди. Кажется, я знаю... Киркоров. Подожди, это павлин-мавлин. Нет, это павлин. И что он делает? У него есть, у павлина есть... Павлиниха. Красуется, пляшет, вывендривается. У него что это у него? Брачный период. Так, не период, а какой, что? Какой? Танцы, танцы брачные. Брачный танец, друзья. Брачный танец. Брачный танец. Брачный танец. Четыре. Шпагат. Шпагат. Браво, друзья, дальше. Ты бысь... Гитлер. Пингвин. Пингвин Гитлер. Пингвин с усиками. Кто это? Пингвин с усиками. Это Гитлер. Не учитель меня. Моя прабабушка лучше всех знает. Похож, да, но не он. Чарли Чаплин. Чарли Чаплин. Браво, Таня, молодец. Хло, глаза. Не зрячий. Нет. Плохо видно. Вот тут нет чего-то у него главного. Это контактный линз. Контактная линза. А упала контактная линза. Он ее ищет. Куда упала? А, он же ленивца озвучивал из ледникового периода. Контактная линза под диваном. Антон, успеем еще одну. Ну, давай, быстро, покажи, покажи. Ну? Робот. Робот, браво. Это была контактная линза под диваном. Антон, это блестит. Покажи нам ленивца еще. Ленивца. Ленивца. Итак, уважаемые жюри, ваши оценки за конкурс над бездной без единого слова. Прошу. Друзья, в третьем раунде со счетом 9-6 победила команда 3 позиций. И в России общий счет становится 23-22. В пользу команды люди в сером. Практически тютелька в сопельку. Тютелька в точь. Да. Поэтому я предлагаю сейчас табличку с четвертым раундом пронести Ирине. Да, пусть Ирина пронесет табличку. Мы так считаем. Ирина! 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 И-и-а! 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 Итак, внимание! И-и-а-и! Аунт! Ирина! Ирина! Просто фантастика, Ирина. Спасибо. Ну как красиво, а? Да божественно. Да вообще. А всего лишь три года во флоте прослужить. Да. И все, и какие результаты, а? В белорусском флоте. В белорусском флоте три года, а? Да, 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 я понимаю, как он их муштрует там без моря, представляешь? Девчонок, да. Все корабли бурлаком таскать по суше, это же, а? У них каждый день учения идут. Ныряют с вышки. А воды нет. А вода не главное во флоте, вот так. Во флоте главное командир. Бульман. Итак, наш четвертый конкурс Апош. Апош стал настолько популярным, друзья, что в него играют, где попало, и даже именно из-за этого упала рождаемость. Кстати, благодаря этому китайское правительство приобрело у нас Апош. И мы решили сделать Апожу подарок. А почему падает рождаемость, если Апожу люди говорят? Попробуй. Я пробовал. Два ребенка дома спят сейчас. Так это до Апожи у тебя было? Нет, во время. Во время Апожи это что-то не то. Это не дети. Саш, это не твои дети. Выглядят как дети. Это вот они выглядят как дети. А поверьте. А ночью? Да. Что с ними? Да. Ты же не знаешь? Друзья, мы решили сделать Апожу подарок. Теперь у него есть два друга. Один друг гелий, а другой друг гексов-торит-серый. Я прошу на вас, Александр, продемонстрируйте, как действуют гелий и гексов-торит-серый. Значит, это два вида шариков. Одни шарики, как вы видите, стремятся вверх, потому что они заполнены гелием. Смотрите, вот это гелий, да? Он улетает вверх. Это не гелий. А вот это? Значит, друзья, вот там гелий... Дай мне гелий, я покажу разницу. Значит, это гелий, а вот здесь вот находится гексов-торит-серый. Вот. Это ядовитый газ, который в пять раз тяжелее воздуха. Вот. Человек, который его вдыхает, теряет сознание и умирает. Да. Круто! Но перед этим... Он, правда, видите, тяжелее воздуха. Покажи еще раз. А, ну ты другой взял шарик. Ну ладно. Это гелий. Он падает вниз, причем падает не так, как шарик, который идут в воздух. Он реально тяжелый. Поэтому он опускается в легкие. И в легких остается стоять. В этом газе по-другому распространяется звук. И поэтому у вас немножко изменяется тон голоса. Сейчас я покажу, в чем смысл. Вот такой голос у меня привычный, да? Если я наберу этого газика... У меня голос будет немножко другой, понимаете, да? В принципе, он выходит из легких, правда, или просто этот голос. В принципе, выходит. Но чтобы он вышел окончательно, нужно перевернуться и вверх ногами вот так постоять. И он у вас будет выходить, выходить, выходить. Я вспомнил, где я слышал этот голос. Выходить. И вот практически уже вышел. Но если вы будете дальше продолжать разговаривать, он будет уходить продолжать. У вас... Я вспомнил, где я слышал этот голос. Он у тебя в домофоне. В передаче Валерия Комиссарова. У него была такая маска. Семья. Моя семья была. Да, моя семья. Помните такая передача? Там был человек в маске, который выпивал от его газа и говорил. Я тебе больше скажу. Так же разговаривает Валерия Линична Новодворская. Перед тем, как прийти на Эхо Москвы, она дюзует примерно три шарика вот таких. Потому что в жизни у нее голос вот такой вот радостный. Она говорит, что Путина я люблю и уважаю. А когда она хапанет до голоска... Она говорит, что Путинские сапоги, это кошмар. Это хунта ККБшная. Ужас. Я ее хочу расстрелять и сжечь. Потому что я куманистка. Так говорит обычно Валерия Линична. Но на самом деле вся проблема этого газа в том, что он выходит потом. Потом, похоже. Он же здесь в легких внизу валяется. И выходит, видите, вот и практически вышел уже. Но если напрячься, может... Ничего страшного. Я тоже вдохнул. А как гелий действует, вы и так, знаете, баловались в детстве и сейчас... Не так. В чем смысл, собственно, конкурса? Каждый человек, который будет петь песню, будет сначала вдыхать либо гексовторит серы. За последствия мы не отвечаем. Либо гелий. И петь песню вот этим измененным голосом. Программу Галилео вы ведете, да? Вы ведете? Да. Да, парниши. Ну вот если, братиш, а если два, прям вдохнуть сразу, то что будет? Ну вообще, знаешь, мне ребята в подъезде говорили, мешать нельзя. Не, давай попробую реально тупо два. Вот что нам стоит дом построить? Какая разница? Давай, слышь ты, Валера, Денчик, гони два шарика. Сейчас вдохнем оба, попробуем. Ну давай, реально, что ты? Блин, я тебе говорю, давай не тупи. Все равно люди пришли посмотреть, как... Давай попробуем, Дван, что? Ну перестань, ну Саша. Ну что, интересно? Саша, тебе интересно, ты и пробуй. Понятно. А вдруг они взорвутся внутри оба? Прикинь? Вся студия в кровавых медузах продолжается. А где пушной? Где-то здесь. Что нужно вдохнуть, чтобы так говорить, а? А я не знаю еще. А это воздействие вот этого газа, который сера в Тор-6. Потом так продолжается. Слышь, что, братиш? Все, я не могу больше. Ты когда проржешься, ты знаешь, что, ты там почитай маляву, которая у тебя есть. Там написано, какая команда первая приедет сегодня. Давай, давай. Ну что, протер себе все. Не все еще, подожди. Закончились у тебя промокашки, да? Ну возьми об жену, вытрясь незаметно, мы не расскажем. А ты решил намочить еще? Чтобы по сравнению со всем остальным это казалось не мокрым, да? Итак, друзья, первыми в конкурсе «Апошь и немного газа» участвует следующая пара. Исполняет песню представитель команды «Трипасей». Это будет Александр Пряников. А угадывать песню будет... Будет... Ирина Медведева. Прошу. Чем дышать-то будешь? Чем будешь дышать? Гекс авторитера или... А можно... А вы что, выбрать можно? Можно выбрать. Ну, конечно. Смотри, у нас завалилось на сколько. Смотри. Ну давай легким, легким. Легким газом. Тяжелым не хочешь? Что от тяжелого бывает, я уже видел. Смотри, Медведева сейчас тоже газ подключили. Видишь, какие хорошие. Итак, друзья. Вдыхает Александр и выдыхает в микрофон на время записи. Тишина, полная студия. Пишем. Боже, царя, храни. Что там? Сильный, державный. Подожди, я что-то не понял. До тебя дошло к газу вообще? Это только нормальный голос. Или это ты просто нормальный голос перешел? Я не знаю, но... Я объясню, смотри, объясню. Мне кажется, у вас газ паленый. Вот смотри, дай гелий мне еще раз. Смотри, я тебе объясню. Выдыхаешь и выдыхаешь. После того, как выдыхаешь и поешь, что ли? После того, как ты выдохнул, вдохни его смелее. Он ничего страшного не сделает. Будет немножко кружиться голова. Старичок, всю оставшуюся жизнь. Старичок, у нас только первый гелий бесплатно. И трястись руки. Понятно тебе. Я вам говорю, вам бодяжины гелий привезли. Да не бодяжины, еще раз говори. Выдыхай, выдыхай. Сильно выдохни. На улице брали-нибудь. Нет, нет, вот сначала вдохни. Выдохни теперь. А вдохни уже его. Пишем. Давай. Не помогает. Дай попробую. Я тебе говорю, не помогает. Но ты мало отдыхаешь. Смотри. Вот у меня голос. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Выдыхаю. Давай тяжеленького попробуем. Ну и что ты мне скажешь после этого? Ты понимаешь, нет? Я пол шарика выдал, вдул с тебя. Понимаешь? Вдуть нужно как следует. Потом в головах кружится немножко. Приготовились. Давай. На лицо тоже действует. На славу нам. Подожди, отчетырец. Браво, Александр Пряников, друзья, и гекс-авторитеры. Иру, давайте на вам. Ирина Медведева, ваша очередь. Немножечко ей настучали по ушам сейчас нашей легкой лаунжевой музыкой практически. Но это еще не что по сравнению с тем, что ее ожидает сейчас. Ира, смотри, Саша Пряников хлебанул, как я, гекс-авторитеры. И у него получилась отличная песня. Я видела, да, тройную дозу. В обратном направлении, ну потому что на него, оказывается, действует гелий, понимаешь? Понимаю. Слишком легкий для него газ. Смотрите, в обратном направлении его песня звучит вот так. Ой, мама. Давай попробуем. Слушаем и пишем. Пишем. Браво, Ира, супер. А зачем ты распланируешь на октаву вверх? Пою в этой же тисси туре. Что ты? Очередная часть. И еще раз. Пишем. Охо, еще раз. Ира, внимательно. Слушаем. Пишем. Какой лозанг, какой лозанг. Не знаю, главное. И вальс-а-лю там поется. Пишем. Короткая часть, слушай внимательно. Согласно и слушай. Поезд проезжает мимо. Пишем. Вот, отлично, чуэст получился. Практически предпоследний у нас вариант. Точнее, давай возьмем большой фрагмент. Не надо. Ну хорошо, маленький возьмем. Спасибо. Ага. Саша, что происходит? Ира, Ира, она поет. Ты пожри. Пишем. Ну, ты. Только я эти буквы не слышу. Я мелодию слышу. Какая там мелодия? Я мелодию слышу, я одни буквы слышу. Ты пожри, я тебе говорю, слушай. Вот, И. Приготовились, пишем. Вот и супер, получилось все. Предпоследняя часть, внимание, сейчас очень важно. Из до сорос. Еще раз, есть. Слушаем и пишем. Пишем. Ну, почему бы нет. И финальная часть, внимание, Ира. Ира, внимание, вот она финальная часть. Сейчас должен сатана. А, это. Сатана появиться должен сейчас. Случайно вызвал сатану. Как ни странно, но Пряников это делал ртом. Ага. Чего? Чего? Ага. Эго. Пишем. Пишем? Да. Эго. Давайте искупаем Ирину в авансах, она сделает. И, друзья, наконец-то. Михаил, подготовьте ее к тому, что сейчас будет. Ну, как ее подготовить, что-то. Может, дайте табличку какую-нибудь. Таблетку? Таблетку лучше, да. Итак. Ира, я не знаю, честно говоря, вот я тебе клянусь, что я сейчас все, что ты спела, объединю и разверну. Если ты в этом вот угадаешь песню, хоть какую-то, неважно, даже не ту, которую загадывал. Я прям подарю тебе вот этот букет. Тем более, все равно он завял уже. Не, на самом деле, правда, это невозможно высполнить, потому что я в прямую песню не угадал, какую поет Пряников. А она известная, да? Да. Когда-то была. Очень была. Она и сейчас актуальненькая. Да, да. Родная, это пела ты. О, вы. Ну да. Похоже было, похоже. Одно слово прям все-то было. Похоже было, как на следующее утро после. Ир, скажи, у тебя что-то на полу написано перед тобой. Что происходит с тобой? Ир, ну ты слышал эту песню в миллион раз. Да? Конечно. У вас, кстати, да, такая же история. Когда Лукашенко... Даже, может быть, еще круче. Сейчас, я просто, я мысленно вспоминаю себе песни, связанные с выборами, и ничего не приходит на ум. Ира, Ира. А, держа. Держи. Боже, царя храни, да? Браво! И тут так все закончится, потому что песню со словами я не знаю. Итак, следующая команда. Спасибо, Ирина. Спасибо, это было непросто. Итак, теперь поет представитель команды «Люди в сером», а угадывает представитель команды «Трипаси». Пожалуйста, встанем. Ребята. Иван, прошу вас. Итак, в полнейшей тишине, звенящей, у нас исполнитель сегодня надышался елеем и споет нам песню на русском языке. Вот интересно, сможет он все в себя вдуть? Пишем. Прекрасно, браво! Татьяна, субажаемая, спасибо, Иван. Спасибо. Можете дать додышать им, если хотите. Пожалуйста. Таня. Таня. Таня, у тебя прекрасная возможность песню, которую спел нам Иван, не нужно угадывать по словам, потому что их там нет. Это вокалист? Да. Но он великолепный, и ты сейчас поймешь, почему. Ай-эй-э, хо-о-о-о-о-о-о-р. Итак, поехали. Первая часть. Слушаем ее внимательно. Поем. Отлично. Вот это идеально. Вот это понимаю. Один в один. И первый вокалист. Запоминаем мелодию. Пишем. Идеально. И вот она, наша любимая часть. Вторая. Вокалист. Запоминаем. Пишем. Идеально, Таня. Предпоследняя часть. Внимание. Слушаем. Пишем. Идеально. И вот она, финалочка. Пишем. Браво! Есть! Записали! Друзья, мы разворачиваем то, что спела нам Татьяна. И рукоплескаем, потому что я убежден, даже если мы не узнаем эту песню, все равно она будет звучать идеально. Итак, внимание. Версия вокализа... Туда Ларсон. Туда Ларсон. Это Тру-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И вот я прошу жюри немедленно выставить свои оценки за конкурс АПОШ и немного газа. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, друзья, после пятого раунда со счетом 12-3 лидировала команда Красного Дивана Трипаси и общий счет становится 34-26 в пользу команды Трипаси. В хороших шутках всегда хороший юмор. А в эфире Юмор ФМ всегда хорошие шутки. Юмор ФМ. Радуйся жизни. Табличка пятого раунда. Это... это вишенка на торте. Даже я бы сказал, свечка на нем. Поэтому это надо делать тому человеку, которому мы доверяем полностью. Кроме меня, конечно, Татьяна. Кому ты доверяешь еще? Может быть, Антон со свойственной эмуграцией? Человек, который может обнять бревно. Снизу. Снизу. Я даже предлагаю ему выбрать кого-нибудь себе в пару и все-таки обнять бревно. Итак, внимание! Пятый раунд! Пятый раунд! Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Раньше наш пятый конкурс был основан на том, что мы пели разные песни в разных стилях. И вдруг вчера, когда мы с Таней подсчитывали, мы выяснили, что спели все песни во всех стилях. Во всех направлениях? Да. Казалось бы, тупик. Закрывать передачу, не петь песен, что делать? И вдруг утром, когда я гладил Тане халат и готовил детям завтрак, меня осенила гениальная мысль. Мы будем петь! Но петь вверх тормашками. Реквизит о сцену, не надо аплодисментов, пожалуйста. Итак, внутрь мы сажаем человека. Вы становитесь вот сюда, Михаил. Давайте, не попробуйте. Заодно мы посмотрим, чем вы завтракали. Крепи его, ребята! Чем вы завтракали, когда гладили Татьяне этот самый халат? Сейчас проверим, чем вы завтракали. Почему-то в голову приходят слова «бандаж», «стропон». Мы уже говорили, это такое ощущение, что Алексей работает в секс-шопе, и у них новые поступления. Михаил, вас ожидает, что ты бы не купил такую штуку? О чем ты говоришь? У меня дома три таких. Легкое доминирование. Так, у вас микрофон, и вы поете песню. К сожалению, я не могу петь песню, потому что мне придется тогда упасть. Кстати, это можно таким образом определить, сколько у Михаила мелочи в кармане. Упадешь, вызовем тебе госпожу. Кстати, если его отпустить, он сам перекуркнется. У тебя тяжелее что, голова или остальные части тела? Давай проверим. А что? Ну, мало ли. Друзья, значит, задача исполнителя — допеть песню до конца. И, внимание, не материться. А кто матерился-то? Никто и не матерится, когда находится не на этом... Ага. Ага. Да. Да, вот именно. Друзья, в общем, легкий, ни к чему не обязывающий конкурс, я считаю. Итак, главное в этом конкурсе — допеть песню, обязательно не сбившись с ритма. Не изменив тексту. Не изменив, в конце концов, мелодии. Это так важно. И начинает этот конкурс представитель команды «Люди в сером» Ирина Медведева. А какую песню будет петь Ирина? А вот сейчас ты и услышишь. Хорошо. Всегда быть рядом не могут люди, Всегда быть вместе не могут люди. Нельзя любви, земной любви пылать без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Сжигай, 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 сжигай. Скажи, узнать не смогли откуда? Узнать не смогли откуда? Но ты моя, а я твоя любовь и два. Всегда быть рядом не могут люди, Всегда быть вместе не могут люди. Сжигай, сжигай, сжигай. Ирина Медведева. Ирина Медведева. Ну что, Ир, как там? Что видела? Рассказывай. Что там у вас в том мире? Что там внутри у тебя сейчас? У тебя сейчас зеленые человечки. Ой, это... Саша! Молодец! Так меня еще никто не оскарбывает. Ну что ж. Ну а команда Трипаси. Команда Трипаси, я бы сейчас говорил. Хочешь, едешь, хочешь, неси. Да. Выставила Туту Ларсон на колесо последнее. Леша, давай активнее. У нас все-таки шоу. Чего ты Иру-то жалел? Действительно. Все, на танке-то можно оторваться уже. Не надо. Итак, Туту Ларсон. Команда Трипаси. Песня в колесе. Чего на свете лучше нету, Чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен в нестрашной тревоге, Нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Е-е-е. Е-е-е. Ай, ёпки. Мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям. Нам, дворцов, заманчивые своды Не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Теперь ты наша раскрученная певица. Спасибо. Итак, колесо можно уносить. Да и тут тоже можно унести. Итак, поехали. Итак, я прошу обе команды выйти на сцену. Итак, пожалуйста, ваши оценки за конкурс «Пение в колесе». Прошу. Ах, жалко, музыка кончилась. Я только разошелся. Можете еще разок сыграть? Не, не надо. Михаил Шац со своим традиционным брачным весенним танцем. Это пасхальный, пасхальный танец. Вбить, все, пожалуйста. Я успеваю делать много поворотов, но я еще не в форме. Сейчас к маю подойду на пике. Итак, внимание. Татьяна сейчас должна подвести итоги. Уже. Итак, друзья, в сегодняшнем не шуточном, но абсолютно честном бою со счетом 35-40 не выиграла команда «Три паси». И в том же самом бою со счетом 40-35 не проиграла команда «Люди в сером». Таким образом, бой между командами «Люди в сером» и командой «Три паси» объявляется закрытым. Прежде всего, я хочу поблагодарить участников сегодняшней битвы. Александр Пряников. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Его музыкальному руководителю, человеку-ноутбуку, Александру Пушному. АПЛОДИСМЕНТЫ Отдельная благодарность нашим зрителям, зрителям телеканала СТС и, конечно, музыкальному, мюзикульному холлу на улице Каланчевской в Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня передача ювелия Михаил Шац. И Татьяна Лазарева. Это была программа «Хорошие шутки». Смотрите нас на канале СТС. До сих пор, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok